Друзья, всем привет! С вами снова Димас. Сегодня мы будем с вами консервировать. Ходя в магазин, проходя мимо консервов, вы видите дорогущие эти консервы. Вы просто в шоке, как так можно продавать за такую цену вот такой вот мелкий семенной лук, который идет на посадку. Стоит там больше 200 рублей, наверное, за баночку какую-то там. Сейчас делаем обычный такой глазированный лук, наш рецепт. Просто законсервируем, что у нас получится, вы видите. Так что обязательно подписывайтесь, у нас есть что-то интересное на канале. То приступим. Сейчас будем закладывать по баночкам наш лук. Для этого, что мы используем, еще специи. Буду специи по минимуму использовать сегодня. Это листья вишни. Также будет лаврушка. Лавровый лист. Можно заменить, если у вас нет лаврового листа. Есть там лист карри, можно лист карри положить. Тоже очень пикантный. Обычная гвоздика. Буквально по одной гвоздичке в каждую баночку. Больше не надо. Будет достаточно по пикантности. И перец. Вот у нас разные. Четыре вида. Горошком. И раскидываем там по пять горошин в каждую баночку примерно. Также будем использовать свежий перец с огорода, острый до спикантности. Небольшой оттеночек такой. Меленько нарежем. Сейчас его тоже положим с семечками. Даже где-то будет поострее в какой-то баночке точно. И раскладываем наш лук. Сделаем отдельный, естественно, красный и белый лук. Чуть покрупнее положим большую баночку. Аккуратно все прижимаем. И также белый лук. Набили плотничком. Где-то меньше, где-то больше. У нас на плите стоит вода, закипит. Мы ее зальем. Прикроем крышечками. Просто водой. Как вы все видели, просто сейчас залили кипятком. Банки ничего не стерилизовало. Они чистые. Стерилизовало только крышки. Ждем сейчас 7 минут. Банки не закрывал, просто крышечкой прикрыл. Обратно выливаем. Добавляем соль, сахар, уксус. Кипятим. Заливаем и закатываем. Все элементарно, просто и быстро. Как видите, мы слили всю нашу воду. Весь кипяток из банок. И засыпаем наши специи. 2 столовые ложки сахара с горочки. 2 столовые ложки соли без горочки. Трюкс яблочный. 1,5 ложки. Идем ставить на конфорку. Ждем закипания. И опять все заливаем по кругу и уже закатываем. Как я раньше говорил. Только что перед вами мы залили уже готовый наш рассол. Все легко завернулось. Я не использую крышки, не закатываю их. Винтовые намного проще, удобнее. Сейчас не Советский Союз. Раньше в свое время очень сложно было какие-то на деревнях достать крышки и подобное. Винтовые именно были закатывающие. Сейчас с этим проблемы никакой нет. Сейчас будем укутывать. Комнатной температуре у нас постоит почти полного остывания. Уберем наш погреб. Подвал недели-две. Надо ждать, чтобы лучок немножко промариновался. И уже тогда можно эту закуску употреблять в пищу. Если вы больше выдержите год, он, наверное, еще будет вкуснее. Приобретет больше насыщенного такого вкуса. И цвет поменяет свой. Попробуйте, готовьте. Отличный вариант. Достаточно простой. Любые сезонные овощи можно таким способом закрывать. В данной ситуации мы закрыли лук. Ну, мы закрыли лук. Это специально показать вам, что можно в домашних условиях сделать дорогущую вещь, которая продается в магазине за безумные деньги. Не стоит покупать там и потом выкидывать этот банк. Можно самому это все вырастить. Спокойно закрыть и радоваться этим баночкам. Так что мы сегодня на 500 рублей как минимум закрыли. И мы счастливы. Кто не подписался на наш канал, подписывайтесь. Обязательно пишите комментарии. Ставьте лайки, дизлайки. Мы и рады всему. Всем удачи. Пока-пока. Увидимся.